Вот есть, друзья, теорема Гёделя. Математики. Это говорит о том, что в любой системе достаточно мощная всегда может быть сформулирована фраза или задача, которая ресурсами данной системы никак нельзя решить. Надо выйти выше этой задачи, посмотреть на неё сверху, и тогда понять, какое найти решение. Вот есть такие глобальные задачи у человечества и у человека, когда нужно тоже выйти, как в теореме Гёделя, выше, посмотреть сверху, и тогда найти, как это решить, задачу. Ну, вы знаете, например, что миссия великая всех великих людей, если поглядеться в их лики, Махатма Ганди, главариаты Нобелевских премий, они все имеют одну и ту же озабоченность. Они думают, как сохранить мир на планете, да-да, они думают об экологии, они думают о том, как сохранить человека в человеке и соединить народы. Это великая миссия всех великих людей. Они, независимо от того, какой расы, какой национальности, какого вероисповедания, они думают об одном и том же. Но вы сами посмотрите. Посмотрите там в Википедии, посмотрите там, о чём они говорят, и вы увидите, что великая миссия великих людей, она одна и та же. Как сохранить мир на планете. Сегодня, когда мир находится в ситуации перелома, в точке бифуркации, когда ищет, ищет, находится в поиске решения, как в теореме Гёделя, надо тоже выйти за уровень этой задачи, посмотреть на неё сверху и решить, придумать неординарное решение. Потому что все решения, которые сегодня есть, они либо идут по западным образцам, или по восточным. На самом деле, свободы-то две, никто раньше об этом не знал, но по существу две половины мозга, они, поскольку законы природы едины для всего, две половины мозга, они и создали запад и восток. И вот если Киплин говорил, запад есть запад, а восток есть восток, им никогда не сойтись, а Достоевский говорил, душа русского человека открыта всему миру. Поэтому, поскольку Россия находится между западом и востоком, это удивительное положение России, уникальное положение России, используя великую миссию, генетическую историческую миссию России, можно было бы, чтобы Россия при достаточной воле руководства на самом деле стала тем величайшим мостом между западом и востоком, о котором говорили Рерихи и другие великие люди, которые понимали и ждали от России вот этого моста соединения. И вот, что я хочу вам сказать. Я придумал, как это сделать. Я придумал, как сделать международный форум для решения глобальных проблем человека и человечества, чтобы раз в год вся планета с таким азартом, с таким интересом смотрела на работу этого форума, как на Олимпийские игры. Для этого, конечно, государство наше, российское, должно так подготовить этот форум, чтобы великие люди во всей планете, они есть и на западе, и на востоке. Это есть актеры, это есть режиссеры, это есть великие математики, это есть спортсмены, это самые разные люди, которых любят в своих городах, в своих странах, они известны, их почитают, их собирать один раз в год и создавать мозговой штурм по принципам метода ключ. Я расскажу об этом, когда это станет интересным, и тогда на самом деле, один раз в год, собираясь на этот форум, эти люди, они, как в фантастическом рассказе, знаете, Совет Мудрящий, люди западного мышления и восточного мышления, они отличаются тем, что западная ментальность ориентирована на, ну, как вам сказать, на материальные ценности, вы знаете, а восточная на духовные ценности, вы знаете, что все религии произошли на востоке. Почему? Потому что восток имеет историю тысячи лет, а запад очень небольшую историю. И поэтому, когда собирается в ментальности Западный Восток и решает вопросы глобальные для человека и человечества, как сократить кризисы и войны, как улучшить экологию, как сделать так, чтобы запасы пресной воды, которая сейчас становится дефицитом, как сделать так, чтобы было меньше у людей потребностей в лекарствах, чтобы меньше было агрессии, и чтобы вообще образование поднять, чтобы образование было ориентировано на воспитании в человеке, качеств человека будущего, чем мы занимаемся, наша школа хамбукатурс, человек будущего. Я знаю, как это сделать, я знаю, как сделать эти простые шаги, чтобы сохранить человека человечество, и до человека, до человечества. Потому что нормальный человек на самом деле, он всегда беспокоен здоровьем всего человечества, потому что мы все в одной лодке, и мы уже начинаем понимать, с развитием интернета, что мир нуждается в целостности, как и человек нуждается в целостности. Если, может быть, этот ключ, он предназначен для того, чтобы человек был целостен, это система духовно-физического развития, самосовершенствования, снятия страха, неопределенности, чтобы человек каждый раз в нужный момент, когда попадает неизвестность, мог быстро сориентироваться, адаптироваться, и создать себе образ будущего. Это очень важный момент. То есть, если человек нуждается в методе ключ для целостности, то человечество тоже имеет потребность, чтобы быть целостным. Потому что мы все на самом деле, если посмотреть историю давно-давно, да, а вот слушайте меня внимательно. Берите мой сайт, открывайте стресс.су, и сайт хасай.ру. В стресс.су вы найдете там эту модель, модель, как человек может быть целостным, и там есть новая работа мозга, модель работы мозга, и там есть еще новая вот такая ключевая национальная идея для России. Скоро она потребуется России, скоро и журналисты начнут на это обращать внимание, потому что свобода на самом деле вне две у человека, свобода внешняя и свобода внутренняя. Да, а не только одна. И вот свобода внешняя – это Запад породила, а свобода внутренняя – Восток породила. Вот надо их соединить. Россия, поскольку она все время находится между доминантами западных и восточных ценностей, все время качается. Родители сегодня не знают, на воспитание которых ориентировать детей. Потому что хорошему человеку трудно выжить, а плохому, в смысле жесткому циничному бензинсмену не хочется, чтобы он жил без смысла в жизни, только за деньги. Но не хочется. Поэтому, чтобы сбалансировать материальные и духовные ценности, нужна как раз-таки эта платформа. Потому что масштабные задачи нуждаются в масштабной организации их решений. И в одном поселке, или в одном колхозе, или в одной стране такие большие задачи масштабные невозможно решить. Потому что даже в нашей стране, чтобы создать полет Гагарина, нужна была концентрация всех сил, всего народа. И здесь для того, чтобы решить глобальные проблемы человека и человечества, тоже нужна концентрация всех сил, всего человечества, а не по отдельности, запада или востока. И Россия может это сделать. Да. И выполнить ту великую миссию, которая исторически предназначена, о которой говорили и Рерихи, и Бердяевы, и прочие, прочие, прочие. И Ягово работает. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин,